у меня даже мысли не было что-то снимать пока утром я не увидела это всем привет вы на канале мусина стрит меня зовут татьяна мы живем в самой южной точке америки прямо на границе с мексикой но к сожалению известные холода которых вы все слышали добрались и до наших мест поэтому сегодня я хотела бы вам показать те последствия природных катаклизмов которые у нас случились так сказать весть из полей вот например посмотрите пожалуйста у наших соседей вот банановые пальмы в каком плачевном состоянии они сейчас находятся а вот мои цветы вернее то что от них осталось сожалению я забыла их занести домой и вот в ночь они замерзли в одну ночь клумба тоже вся черная ни одного цветка не знаю выживут они или нет ну посмотрим у нас были очень красивые цветы возле гейта вот что с ними стало вот они все мертвы все эти кустовые цветы они все замерзли ну ладно а вот пальмы вот посмотрите вот нижняя пальма вроде как живая а вот верхняя все черные листья они будут скрошены конечно это мертвые ветви и пальмы вот это все мертвое вот черные пальмы абсолютно вот смотрите все пальмы а вот это моя любимая магнолия вернее то что от нее осталось посмотрите листья все мертвые вот это не выжженная зноем трава а замерзшая трава на моем быкярде вот кошки пытаются поживиться найти зеленую травку но к сожалению трава абсолютно мертвая вот смотрите вот тоже самое вся природа вся погибла конечно это жуткое зрелище абсолютно а вот что произошло с нашими оранжевыми апельсинами как вы видите они все на земле сейчас я нахожусь на территории где установлены вот эти огромные ветряки это собственно та энергосистема альтернативная энергетика еще и он называет green power собственно в результате сбоя который и замерз техас последний раз подобные холода накрыли техас более 30 лет назад в 1989 году поэтому никто не был готов к таким заморозкам не производители природного электричества не простые люди помимо холодов включение электричества интернет воды техасов ждал еще один сюрприз непомерно высокие счета за электроэнергию обычно мы платим порядка 200 долларов за электричество ежемесячно но в это в эти четыре дня у некоторых техасов с аккаунта со счета банковского счета ушло до 6000 долларов представляете это практически годовая оплата дома за электроэнергию почему это произошло высокие счета за электроэнергию в техасе отчасти являются результатом уникального нерегулируемого энергетического рынка штата который позволяет клиентам выбирать своих поставщиков среди примерно 220 розничных торговцев сориентированных чисто на рыночные цены увеличивается спрос увеличиваются цены все ветряки располагаются на частной территории если вы собственник земли вы можете сдать в аренду свою землю энергетической компании кстати так и делают очень многие люди и получают неплохие деньги то есть примерно 500 долларов вы можете получить за аренду вот одного такого ветряка 500 долларов в месяц в некоторых случаях счета выросли более чем в 50 раз у одного шестидесяти трехлетнего ветерана из далласа с банковского счета списали более 16 тысяч долларов люди смогли сохранить свои сбережения только благодаря вмешательству банков которые видя такой беспредел списание средств просто блокировали транзакции вот три ветряка которые еще не восстановлены когда на прошлой неделе разразился кризис и энергосистемы вышли из строя комиссия по коммунальным предприятиям штата распорядилась поднять предельную цену до 9 долларов за киловатт-час в результате ежедневные затраты людей превысили 100 долларов в день еще один местный житель охраняешь охраняй ну не все так печально сегодня уже плюс 28 и мы еще поедим техасских апельсинов а вы как думаете